добрый день надеюсь слышно сегодня куча поздравлений в чате у нас с днем библиотек присоединяюсь спасибо большое что в праздник нашли время к нам присоединиться вот и сегодня как уже татьяна сказала мы сегодня обсуждаем книга обеспеченность в бс университетская библиотека онлайн и чуть чуть шире возьмем тему посмотрим вообще какими средствами как подобрать контент в дисциплины и ряд еще сервисов затронем связанных с этим вот и если вопросы появляются можете в чат и писать чаще всего по ходу отвечаю если где-то что-то забуду в конце вернемся отвечу на все вопросы ну примерный план у нас такой сначала мы посмотрим сервис для обеспеченности достаточно старый сервис многие им пользуются тем более что сейчас у нас некоторые обновления касаемо именно подбора контента об этом расскажу посмотрим новый сервис частично дублирующий частично дополняющий и где-то отличающийся от книги обеспеченности старый ббс называется проверь своего пд и пробежим по интеркейсом посмотрим где какие издания лучше подобрать может быть какие-то новые штучки вам расскажу ну кто не первый раз меня слушает наверное многое будет знакомо но тем не менее ну давайте прям так и начинать меня иногда делать замечание что я рассказываю про сервис но не показан как до него добраться вот второй раз я уже исправляюсь поэтому если у вас учетная запись преподавателя библиотекаря главного корневого пользователя вуза вы найдете ссылку на сервис книга обеспеченности в личном кабинете а вы так давайте указочку включу личном кабинете я вот тут стараюсь все подсвечивать чтобы все было видно прям в эту зону вы собственно и попадете когда вы попадаете в сервис книга обеспеченности он старый да ну вот скажем так традиционный для бс обеспеченность несколько лет назад здесь у нас наверное немножко отличающаяся от сегодняшней идеологии структура но тем не менее для многих пользователей она полезна и полезно и удобно она наверное в тех случаях когда необходимо рассматривать большие мотивы контента хочется посмотреть какие у нас издания быстро выгрузить смотреть оценить допустим по группе направлений по уровню образования и вот как раз на это этот сервис был и направлен то есть когда мы заходим если мы ранее не пользовались у нас эти поля будут пустыми и для начала мы должны добавить направление для этого нажимаем плюсик какое-то время это направление добавляется происходит подбор распределения изданий ну как правило меньше минута если связь скорость хорошая и у нас хорошо ну тогда несколько секунд вот и здесь здесь и здесь мы когда делали от клиентов поступало требование сделайте мне поле создать свое свою группу на свою группу направления я говорю ну зачем у нас же есть там стандарты тогда их было 57 58 вот ну вот у нас такие необычные требования поэтому сделайте вот поэтому если у вас есть необходимость создать свою группу направления свой уровень образования какую-то любую рубрикацию здесь конечно это можно сделать вот в этом пуле пожалуйста вводите но в этом случае автоматически порекомендовать контент мы не сможем вот окей добавляем ждем и у нас получается определенная загрузка всех книг которые имеют отношение к этому направлению здесь мы видим значение что у нас тысяча книг по математической механике по бакалавриату 800 с чем-то ну и собственно по конкретным дисциплинам таким образом обзорная как бы такая ситуация начинает вырисовываться движемся дальше и здесь мы выбираем уровни образования по умолчанию сейчас в старом сервисе крининга обеспеченности у нас есть аспирантура а посчитана скажем так аспирантура бакалавриат магистратура очевидно что по высшим скажем так уровнем там контент поменьше по бакалавриат бафф да здесь побольше и прямо на днях еще и спроси это тоже подойдет достаточно хорошие рубрицированные там дисциплины поэтому как можно уже будет пользоваться прямо реально на днях а что здесь можно сделать здесь не естественно мы можем оценить количество книг можем добавить свой уровень образования ну например под подолгу там нам необходимо как-то иначе контент не за может до школы мы пользуемся сервисом или какие другие и соответственно на каждой из дом есть вот такие вот штучки скачать а из этого сервиса выгрузки в excel и вот ну как правило большинстве случаев этого это устраивает но иные типы выгрузок интеграции у нас в новом сервисе доступно расскажу хорошо дальше собственно мы переходим к самым интересным на мой взгляд может где-то не силен дисциплина а здесь таким образом распределена у нас на самом деле произошел знаете такой простите произошел такой момент достаточно переломный вас наружу не видно но тем не менее мы окончательно станет стандартизировали все направления группы направлений дисциплины уровня образования и теперь собственно во всей бс у нас уже действует достаточно такие сформированные нормальные подборки и практически все эти сервисы между собой за заинтегрированы связано достаточно плотно вот поэтому когда мы здесь выбираем дисциплину мы можем быть уверены что их каталогах если мы на нее наткнемся где-то будем работать контентом будут аналогичные издания но в отличие от обычных каталогов здесь есть как бы некоторые особенности ну во первых на той книга безопасность называется сервисом и отличается от каталога что и можно управлять помимо там создания переименования редактирования и хранения там групп направлений уровня образования и самих дисциплин вот здесь можно их как бы дублировать наполнять и собственно владеть определенной долей контента потому что мы конечно сталкиваемся когда без большая 100 тысяч изданий ну как бы зачем они нужны если я виду там внутри дисциплины поэтому здесь вот эти эти проблемы как раз и решаются опять же там плюсик это на создание дисциплины мы даем ей название размещается она в выбранное направление редактирование как раз работу с контентом можно переименовать и там добавить и брать книжки и скачать состав но здесь я надеюсь что все так будет ну то есть три действия три клика можно в принципе понять что там происходит дальше чуть подробно еще будет конечно вот собственно переходим к спискам изданий здесь у нас списки изданий разбиты на основную литературу дополнительную литературу и так немножечко по библиотекарски что ли мы поступили назвали иной контент а прочее да что неверно ресурсы еще как-то может рублицироваться контент ну мы вот программисты такие назвали назвали прочее вот и соответственно в основную литературу у нас по умолчанию идут издания которые по актуальности по годам подходят имеют необходимый тип издания учебник учебная посудия все такое прочее дополнительную литературу идут там иные типы изданий которые тоже можно включить в рпдм при оформление документа ну а прочее идет все все что если кому то интересно как бы детализацию могу дать отдельно прямо но с другой стороны в принципе так видно какие какие из типов изданий представлен при этом мы еще пытаемся ранжировать это дело где-то это очевидно где-то это не очевидно но идея у нас такая мы склоняемся и по обратной связи от клиентов понимаем что там учебник должен рекомендоваться чаще быстрее выше сильнее нежели какой-то учебный методический комплекс в среднем да и при этом он должен быть актуального года издания вот а если они и и вот здесь встает вопрос что важнее а кто там 20 года методическое пособие учебное пособие или там 14 года учебник здесь вот у меня как всегда уже там голова начинает кипеть вот и все-таки изучая там документы я понимаю что здесь больше идет речь именно об индивидуальных каких-то моментах идеальное ранжирование да идеальный порядок предоставления рекомендации контента мы наверное не сможем потому что ну кому то хочется книгу позапрошлого года потому что она еще год в документе поживет и нет смысла менять ее на новые издания у кого-то сроки эти подошли нужно новое издание быстрее включить вот поэтому в таких компромиссных условиях мы в общем-то и пытаемся контент отранжировать им там удачно или неудачно получилось наверное не мне а вам судить вы можете в любую дисциплину перейти и посмотреть что у нас в основной в каком порядке что она дополнительная что у нас условно впрочем вот если не нравится мы выбираем или или наоборот если очень нравится в общем выбираемые нужные издания галочками и нажимаем здесь здесь появляется список действий которые мы можем произвести это продублировать этот контент в другую дисциплину вырезать вставить то есть перенести можем удалить ненужные издания ну и собственно вот такое управление степенами позволяет ну когда у вас небольшое количество дисциплин быстро раскидывать контент и собственно таким образом это дело мониторить здесь интересный момент я не стал его подсвечивать и долго думал говорить или нет я извиняюсь что мы так долго на этом слайде с вами подвесили но строк доступности я понимаю что для многих для всех важно понимать а как долго книга будет доступна электронные издания там права куча всего не хотелось бы его добавить а через неделю она куда-то убежит вот сейчас у нас все больше договор до договоров стать заключается таким образом чтобы книга была доступна на срок подписки ну то есть если вуз подписан на год и эта книга была в начале подписки то можно смело включать и в этом случае срок окончания доступности будет точно не раньше чем окончание надеюсь как я так сформулировал понятно вот но с некоторыми издательствами мы легко можем работать и здесь возникает и некоторые моменты до уведомления понимания если книга уходит вот и для этого у нас немножко в другом месте эту проблему решаем вот у меня есть сообщение о том что очень хорошее подключение к интернету вот если я где-то начну пропадать звук теряться еще что-то жить и в чат напишите я видео выключу и я думаю но давайте двигаться дальше так да есть на самом деле несколько вариантов ему то есть по всей без поддерживаемся политики скажем так что книга может быть добавлено любой сервис любого места зоны как хотите вбс но тем не менее такие культуры сервисы как книга обеспеченность некоторые другие сервис интегрируем здесь интеграция сервис поисков простите поиск интегрируем интеграция поиска достаточно простая здесь одна строка она ищет по названию по автору по избен вот ему небольшой по описанию по вхождению ключевых слов описание метаполя вот можно искать самой книга обеспеченности групп направлений извиняюсь вот и вам нужно посмотреть дисциплину книгу какую-то она есть у вас нет включена не включена быстренько проверить выбираем смотрим и в этом случае у нас искать а книга обеспеченности галочка будет стоять и вы увидите эти книги ну то есть если ее нет значит на книга обеспеченности не включена вот аналогично можно воспользоваться поиском по себе ставим галочку искать библиотеки нам уже не нужно ходить другие зоны и пожалуйста мы вводим какой-то поисковый запрос автор название автор плюс название ну что угодно без операторов просто вот как яндексе вот и получаем выдачу книги которые уже включены они отображаются галочками отмечаются галочки книги которые не включены всего даты доступности и собственно мы можем здесь осуществить определенные понимаю ну давайте я тогда сейчас камеру выключу если звук плавает я думаю станет надеюсь я не выключил звук окей да и получается что с книгами которые не включены все спасибо выключил отмечаемых галочками как обычно через действия поместить в любую дисциплину в любовь с любой уровень образования вот дальше мы еще посмотрим как можно пользоваться имени методами добавления контента ну вот как раз здесь и сейчас на слайде наверное достаточно сумбурный но окей если мы увидели необходимое издание в любой из зоны бс расширный поиск любой из каталогов коллекция подборка ну что угодно вот попали на саму страницу книги у нас есть видеокноточка выберите и необходимую книгу там галочку выберите действие мы можем сразу книга обеспеченность и добавить здесь мы укажем с вами направление уровень образования 1 группа направлений уровень образования выберем дисциплины нужно подтверждают книга быстренько туда и перепрыгнет причем мы сразу посмотрим что это за книга что за тип издания что за год из постараемся я достаточно точно положить в или в основную или дополнительную вот давайте тогда пойдем потихонечку дальше так и логическим я думаю все заметили да что самих направлений таких как 010301 математика и механика сервисе нет в сервисе книга обеспеченности нет это звено там в угоду массовости да и объема операции мы как бы пропускали однако года назад появился еще один сервис который называется провести рпд он отличается первую очередь по структуре связано это с тем что мы наконец-то ввели конкретное на конкретное направление как узел как каталог навигации рубрикации вот и добавили как ключевые моменты которых на мой на наш на наш взгляд на тот момент не хватало то есть мы ввели но я об этом подробнее ну и как бы муки большая часть сервисов находится в оплатке сервиса в главном меню вот здесь у нас так для навигации там и вообще какие-то управление этим сервисом используется левое меню здесь что удобно быстрый поиск по названию дисциплины а это вот самое первое окно мы можем смотреть заполненные дисциплины или требующие внимания то есть заполненные дисциплины это те в которых есть хотя бы одна книга и срок ее доступности не истекает нормально можно пользоваться требующие внимание это дисциплины в которых по какие-то причины под этим вы создали и не добавили одного издания или например добавлены издания которые в следующем периоде подписки могут быть недоступны ну то есть мы так примерно пересчитаем что а если организация там через месяц не заканчивается годовой контракт вот то за месяц до окончания мы уже начинаем анализировать издания смотреть нужно ли что-то будет заменить в следующем периоде или и такие вот у нас будут красным восклицательным знаком отмечены такие дисциплины и такие издания ну и конечно на экстренный случай если вдруг прям что-то случилось и правообладатель будь то автор или издательство экстренно отзывает книгу мы тоже в этом сервисе об этом сообщаем и это все очень видно прозрачно далее идет просто на группа направлений направление для удобства навигации название дисциплины здесь что интересно и удобно здесь уже появились массовые и индивидуальные выгрузки в русмарк марк 21 но я вот тут вот подкрасил наверно не очень хорошо видно то есть отмечая необходимые дисциплины галочками мы сразу формируем пакет русмарк или марк 21 и можем легко достаточно быстро это все перенести в опис или и с точно пользуется все пользуются всем вот конечно этим ну то есть вот такой системы мониторинга и массовыми операциями выгрузки сервис выгодно отличается от предыдущей книг обеспеченности но однако мониторить здесь большое количество направлений или там допустим сотни даже тысячи дисциплин иногда бывает здесь конечно сложнее нужно помнить и как бы уметь пользоваться фильтрами ноуте посмотрим дальше то есть идеальный сервис создать тяжелым этому идем но есть и есть в общем варианты что тоже неплохо давайте к следующему слайду когда мы переходим конкретную дисциплину у нас есть несколько рабочих зон первое предположим что уже мы поработали и это список изданий вот все издания которые здесь есть тоже можно отвечать галочками и а все издания в этой зоне интегрированы со всеми сервисами работы с книгой и бс которые только возможны это и книга обеспеченность предыдущая версия книжная полка что у нас там для первокурсников используются учебные программы и личное избранное вот и собственно здесь же мы можем управлять не вы перенеси дополнительную литературу чем какую-то удали поэтому вот одной кнопкой убили там 10 зайцев экономное решение плане места да по интерфейс вам нужно привык сразу могут понять где же у нас управление книга вот выберите действие это кнопочка расползлась собственно все бс в любом каталоге отмечаем галочки и мы сразу видим что выберите действия а тут управление ну давайте запомним этот момент возьмем здесь вы тоже видите что вот эта книжка у нас требует замены если мы нажмем на это поле увидим всплывающую скажу так окошко с рекомендациями эта книга может идти давайте ее заменим на аналогичное издание например на том же самом деле принимайте решение заменять или не заменять что интересного здесь есть автоподбор такая штука она которым убились тоже достаточно долго она включает в себя да вижу что что со звуками проблемы есть но я уже даже не знаю что еще отключить звук стал лучше давайте давайте попробую чуть медленнее говорить я знаю что очень говорю попробую чуть медленнее чтобы чтобы слова доходили вот новая зона автоподбор это зона на которой мы работали достаточно долго и спасибо звук получше достаточно долго из совмещали комбинировали несколько алгоритмов и правил а чтобы профильные дисциплины которые именно необходимы для освоения специальности наполнялись одним образом а общеобразовательные и образом чтобы исполнялось там с учетом одних хорошо я постараюсь не отстраняться от микрофона ну в общем да большая работа была проделана и теперь появляется автоподбор чем интерес то есть если ну как бы у вас есть необходимость несколько дисциплин быстренько посмотреть а что и без предлагает мы просто в этот сервис дисциплины добавляем там чуть дальше покажу нажимаем автоподбор и получаем список изданий которые на наш автоматический взгляд скажем так мы рекомендуем сразу скажу автоподбор не очень хорошо работает ему сложно сориентироваться вот прям очень длинных названиях дисциплин когда учитывается направление да учитывается предыдущий опыт работы по этим всем сценариям но сходу машине тяжело подобрать например там особенности менеджмента и управления малым предприятиям там сверх каких-то там секретных областях бывают такие дисциплины и конечно здесь машина плавает вот здесь чего-то как какого-то чуда ждать нельзя но по большинству дисциплин подбор работает хорошо и есть определенное новшество этот метод мы сделали уже доступным скажем так для технической интеграции ну вот если я не знаю давайте называем назовем как на сленге да api методы интеграции без интерфейсной если программист в вашем вузе разрабатывает метод то вуз может нам передавать в bs запрос который содержит информацию о требуемом направлении из цифр о названии дисциплины а мы в ответ будем присылать списки изданий со всеми методами которые мы считаем подходящими для этой конкретной дисциплины это интересная штука у нас по моему один человек одна организация этим делом пока пользуется метод достаточно новый но достаточно удобно еще классно это для тех случаев когда что-то нетипичное происходит вот наверное не совсем по адресу но про эту возможность тоже рассказал вот если автоподбор по каким причинам вас не устроил или там допустим мало изданий или хочется еще можно воспользоваться конечно же поиск вот а встроенный поиск это история очень похожи на встроенный поиск в сервисе книгообеспеченность но здесь намного больше параметров мы свое время сильно прям вот так вот запарились по поводу создания набора пересекающихся фильтров и уточнений чтобы поисковые выборки вбс стали четче поэтому теперь а этот расширенный поиск или там элементы расширенного поиска а встречаются во многих сервисах зонах в любых подборках где мы работаем с книгой и здесь можно сразу уточнить что давайте мы укажем тип издания вот как на нашем примере учебник учебный методический комплекс вот примерно такое ключевое слово покажи что есть поиск происходит по всем и bs среди доступных книг то есть если в вашей подписке тысячи книг среди них мы можем рекомендовать будем стараться рекомендовать издание которые закроют эту дисциплину ну потому что я понимаю что нет смысла рекомендовать недоступные издания вы их все равно в работе не сможете включить однако есть настроечка через каталоги при необходимости сейчас мы будем на этом заострять внимание можно посмотреть и недоступные издания которые мы могли бы порекомендовать но это немножко другая история это больше к заказу контента и мы понимаем что с момента когда преподаватель или библиотекарь захотел получить издание и реально там работа пошла грубо говоря бюджет сформировался документы подписались проходит ну там не одна неделя иногда даже не один месяц поэтому сейчас мы говорим о поиске среди доступных изданий что если вот под такую-то дисциплину мы можем порекомендовать контент и он и в автоподбор попадет и в поиски покажется если можем честно об этом скажем а да и добавление в дисциплину идет опять же через вот эти галочки через кнопочку добавить дисциплину здесь все прям очень просто и в других наших зонах вот мы с вами проговорили а то о тех сервисах которые позволяют хранить оценивать мониторить управлять дисциплинами но это еще как бы не все потому что это даже неожиданных и иногда даже не только книги вот поэтому из последнего что мы сделали прям очень близко к тому о чем мы сегодня говорим это конечно каталоги у гс для высшего образования и специального два аналогичных по внешнему виду там каталога но скажем так отличающихся естественно по наполнению но и по правилам наполнения доступно не за всех сил старался рисовал где они доступны в конце презентации тоже будут ссылочки как туда попасть в левом в левом меню у нас навигация именно по группам направлений и по направлениям а дальше происходит один момент ну вероятно не сильно удачный плане решения но зато единообразность чтобы посмотреть а какие дисциплины в этих каталогах у нас представлены какие издания в них сейчас подобраны мы должны воспользоваться фильтром и основной фильтр здесь является дисциплина я здесь тоже подкрашиваю старался показать посреди прочих фильтров ббк уровне образования мы перейдем дисциплины и там будут разбиты все издания на профильные для конкретного направления и общее образовательные ну или те которые мы их условно назвали общее образовательные причем где-то общее образовательные одни где-то вообще ну то есть там бухучет для бухгалтера скорее всего до первокурсника будет общее образовательные да а может нет ладно не буду подробности вдаваться то есть одна и та же дисциплина для одного направления может быть профильной другой общее образовать и это нормально вот здесь мы можем выбрать одну или несколько дисциплин которые нам необходимо посмотреть вот и применить фильтр после этого мы можем увидеть список изданий которые каталоги в гс вон и гс спор нам предоставлен подобран если интересно то здесь и частично работает автоматический подбор и ручной подбор ручная работа когда у нас специалисты причем тут интересно и библиотекарь и преподаватели и ну как мы называем у себя эксперты до специалистов в областях рекомендует нам книги я беру подборки рассматривать что-то книга там для этой дисциплины подойдет для другой вот и собственно еще последнее время мы занимаемся анализом самих файлов рпд когда мы берем там учебные планы сами файлы программа иногда и гучную их проходим и смотрим вот это издание чаще всего встречается вот таких дисциплинах таких направлений это позволяет нам достаточно точно определять какое издание на каких ролях скажем так и не положено и здесь тоже они разбиты порно на основную и дополнительную литературу и можно это рассматривать как реально готовую за готовую готовую заготовку окей масло масляная для то есть по факту мы можем даже выбрать необходимую дисциплину или группу дисциплин набор дисциплин и выгрузить их сразу в excel там русмарк марк 21 и это уже готовая подборочка для загрузки интеграции в обвис или и уэс или там чем еще пользуетесь сейчас прямо великое множество всяких программных решений для книгообеспеченности по разным вузам я думаю все там как бы так или иначе по вебинарам там или конференциям ну мы там дело посещаем видим количество решений несмотря на то что в принципе стандарт существует определенные количество технических там даже и логических решений проблем книгообеспеченности вообще информационно-образовательной среды а он он просто чуть ли не каждый вуз это новое самостоятельное решение поэтому здесь вот конечно основе там для отечественной части лежит обиста но многие интегрируются и для других для для других целей вот поэтому поэтому мы тоже количество методов интеграции увеличиваем как и вот выгрузок о чем сейчас говорит так и программа а сейчас говорим о выгрузке как интерфейс можно вот вот немножко я вам о своей печали рассказал конечно богатство выбора это хорошо но отсутствие такого единого стандарта это конечно всегда дополнительная работа вот поэтому в моей мечте все вузы работают в единой программе все у них хорошо а вы значит легко и изящно им помогаем получить контент но это наверное не увидят вопрос профильным блоком на которых о которых на последних вебинарах говорим штука интересная на мой взгляд я наверное даже бы сказал наверное я не могу не могу говорить правильно качестве широте подбора контента но с какой-то логической точки зрения и денег профильные блоки мне достаточно достаточно нравится вот история следующее что профильный блок он идейно и логически отличается от той же самой дисциплины или направлении или группы направлений скажем так или любой другой тематики но на первый взгляд не отличается но именно от дисциплин и направлений отличается следующее что здесь представлено больше типов изданий и скажем так мы здесь не ограничены рамками именно стандарта до документального минобру рекомендует в основную часть такого-то направления только такие учебники типа изданий только учебники и сики вот профильных блок мы не ограничены и это позволяет нам рекомендовать намного более широкие подборки здесь научные справочные учебные периодические изданий каких только изданий здесь нет и в принципе наверное для самостоятельной работы или для расширения скажем так кругозора это инструмент хорош если ну вот откровенно говоря как я вижу да что вот кубе с дисциплины книга обеспеченность виде какого-то сервиса и документальной истории это такая штука на ближе к аккредитации вуза и ближе вот к тому чтобы знаете иметь ну в общем иметь какую-то гарантию скажем так профильные блоки эта история немножечко о другом эта история о именно уже работе об обучении и в этом плане конечно они намного более богатый контент находятся они опять же в сервисе в профильных блоках вот на главной странице каждого блока представлены рубрики учебные издания ну зачем справочные периодические научные технические работы вот а для того да я видимо да проскочил чуть-чуть окей ладно для того чтобы нам опять же сузить поиск до конкретизировать запрос мы всегда используем наши фильтры я вот честно говоря уже даже стесняюсь про эти фильтры я сегодня говорил на каждом на каждом из блоков на каждом говорить потому что год про них и честно говоря вопрос это по ним еще возникают то есть не все знают что можно уточнить по автору по названию по году и так далее вот поэтому здесь мы это быстренько проскакиваем в конце обязательно напомню работает вы уж меня потерпите с недавних пор мы немножечко перри 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 работали капелок аудиоиздания вот и тут опять же был вопрос очень интересный с нашим библиографом мы обсуждали а вообще вот аудиоиздание она насколько равноправный член бс да должно ли она иметь равные права там допустим с обычной книги вот и тут еще обращались к последнему стандарту составления библиографического описания и вот меня что зацепило я конечно не очень понимаю но там такая мысль оказалась такой близкой любой контент то есть уже не делится на книгу журнал или еще это объект который как который имеет определенные характеристики объектом с текстом объект с картинкой объект аудио и ну здесь мы наверное на тот момент приняли я считаю правильное решение и аудиоиздание у нас выросли относительно других изданий и стремятся уже после этой направленности книги поэтому и каталог ббк классификатора не начали попадать да но почему нет потому что тема раскрывается и вполне шифруется и на определенным образом уже появились дополнительные есть отдельный каталог аудиокниг вот в принципе он мультимедиа лежит каталог аудио достаточно простым найти вы можете встретить эти книги также в разделах в обычном предметном рубрикаторе наряду с обычными книгами электронными я имею ввиду и допустим в каталоге ббк также в поиске если вы ищите обычном для расширенном поиске bs если вы будете поисковый запрос вполне вероятно среди прочих будут и аудиоиздания и сейчас аудиоиздание можно добавлять сервис книгообеспеченности вот тот самый первый классический о котором мы говорили и он будет и эти издания будут автоматически относиться к прочему делать вы увидите там собственно хорошие сформированные в большинстве случаев подавляющим хорошие сформированные для графическое описание и в принципе это можно достаточно легко выгрузить и использовать там тех же самых то же сам документации дисциплина по пока что мы еще не включили аудиоиздание и автоматически их не рекомендуем в новый сервис проверь свою свою рпд я думаю вопрос времени ну то есть как бы технически ничего там сложного нет это можно сделать за несколько дней но пока думаем смотрим насколько это вообще постребовано да то есть я бы тоже конечно хотел получать обратную связь потому что пока что когда файлы рпд мы отсматриваем и анализируем и глазками скажем так и программным я не вижу большого количества там аудиоизданий может быть это касается лингвистических дисциплин но обычно там указываются какие-то интернет ресурсы вот пока не знаю ну давайте попробуем если кто-то пользуется нашим классическим сервисом книгообеспеченности я буду периодически отсматривать аудиоиздания включают людей их или нет если я вижу что такая тенденция есть конечно мы подожмем и допилим систему рекомендаций таким образом чтобы и в новый сервис книгообеспеченности который называется проверить свой рпд автоматически аудиоиздания могли рекомендоваться ну вот если они стандартам отвечают давайте пойдем дальше есть такая штука конечно и без не все сильно и зачастую но нет нет необходимого издания причем нет его бывает сейчас объясню причем бывает что действительно мы не можем его получить ну вот просто не смогли там допустим с издательством договориться данном условиях получить нужное нужное издание а иногда бывает что как бы есть издание но не того года и буду не удобно включить здание иного года свою документацию вот для всех этих случаев рекомендую у нас есть как бы сервисы заказа электронного контента он называется и корсар тоже среди сервис лежит и сейчас он для преподавателей к библиотекарей в общем для всех кроме студентов здесь можно оставить заявку и к этой заявке могут присоединиться другие участники проекта и в таком случае начнется поиск и покупка при этом попытка приобретения необходимого вам издания сразу по опыту скажу о трех недель это длится вот именно от трех и не три а вот вот и иногда это происходит быстро иногда это происходит подольше но тем не менее вероятность того что если вы планируете контент на следующий год можно оставить заявки мы посмотрим вероятно мы сможем предложить заявки от обрабатываются вы узнаете статус заявки историю там как и на почту будут приходить уведомления о том что не происходит в общем здесь сервис для заказчика достаточно прозрачный ну и таким образом так что тут у нас вот я уже концу подхожу и таким образом у нас получается что из любой зоны эбс можно добавить книгу и в сервис книгообеспеченности и в новый сервис проверить свою рпд каталоги у гс высшего и средне специального образования содержат готовые достаточно проработанные наборы изданий для каждой из дисциплин а порядка их там 16 или 17 тысяч уже и того ну я понимаю что общие такие цифры ничего не говорят но тем не менее вот из каждой зоны можно книги выгрузить есть и интерфейсные скажем так методы интеграции там выгрузки в разных стандартах и международном аркаде мы недавно сделали и программные если в вузе есть там программист или какой-то технический отдел для того чтобы вы уже автоматически получали в свое и уэс все наши списки ну и в общем то движемся мы в направлении и наверное моя задача в первую очередь связана с тем чтобы экономить время методистов библиотекаря преподавателя работал уже с готовым материалом для этого у нас есть фильтры и заготовки подборки все такое прочее вот в конце я учитываю ваши пожелания включая ссылки на все материалы которые я использовала сегодня не было каких-то источников помимо поэтому просто ссылочки добрый день мы уже заканчиваем вот и да если у вас есть вопросы пожалуйста задавайте а я здесь как минутку еще поводу вот если вопросов нет то всем спасибо я как всегда постарался не отнимать много времени и быть кратким спасибо